хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя абдукаримов тимур болтабаевич год рождения 85 фамилия имя такие как бы специфические не не россиянин да ты сам я гражданин российской федерации но они русские а корни какие тюркские уйгур я нации папа у меня уйгур родом из республики киргизстан вагнер до из группы вагнера дам сидел да а где сидел и к 40 город кунгур пермский край а за что незаконный оборот наркотиков особо крупном размере статья 228 часть 5 срок 10 лет с десятку тебе дали это первый твой срок был а перед этим сколько было это уже восьмая судимость восьмая да сколько суммарно сколько лет сидишь первый раз у меня судимость было 15 лет малолетка вот там все вниз по амнистии у меня предыдущие судимости все а за что были судимости угоны грабежи и разбой кражи поскольку суммарно сидел суммарно сейчас скажу лет шесть а вот это десятка особо крупные размеры это что за история была перевозка наркотиков у меня а какие мефедрон в количестве трех килограммов это синтетика да да то есть ты грубо говоря был курьер до перевозчик сколько платили за за каждый килограмм тысячу долларов перевезенный из москвы мой регион ура часто это происходило когда раз в месяц когда раз в неделю это легкие деньги правда да это как бы чтобы понять да это какой-то картель был или что нет я в одиночку можно сказать работал просто нашел работодателя который давал разовые поездки но продавал ты сам или нет я ничего не просто мне надо было забрать привезти из также спрятать и указать мест а сколько сидел уже в дальней десятку сколько отбывал вот только оставалось 9 до доставалось как все произошло вот пригожин приезжал или представители какие-то какой-то представитель который не представился даже вот помню что высокого роста был черном полу пальто и очень быстро нас нас собрали в столовой там около двухсот пятидесяти трехсот человек хотя в колонии 1000 человек находилась на тот момент он объяснил я горит представитель чувака вагнер предлагаю вам пойти на контракт который будет длится 180 дней оплата 180 а сто девяносто четыре тысячи в месяц вот по истечении контракта будут выплачена полностью сумма и вы будете полностью помилован все ваши хвосты криминальные забудутся навсегда после этого кто согласился там осталось уже примерно человек 90 нас мы пошли нас собрали в клубе тут же в этом же здании у нас находился опероделы через мы проходили через два кабинета было две очереди кто-то отсеивался по статей на то по здоровью и осталось нас на отправку 53 человека это было 30 декабря 2022 года и в течение двух недель мы подписывали разные документы нам давали там разные анкеты заполнять ну в основном о составе своей семьи кому этом доверию свои денежные средства кого следует оповестить случае моего ранения или смерти вот но такие формальности говоря и получается в ночь 13 на 14 нас какой января 2023 года уже чается вот ну две недели как прошло погрузили в автозаки отвезли на аэродром сокол военный аэродром города перми и погрузили нас на транспортные самолеты ил-76 далее через два с половиной часа мы приземлились в аэропорту миллерова ростовской области у нас были изъяты все вещи на которые были на нас и нам дали уже полностью обмундирование а кроме вооружения бронежилетов и шлемов вот у нас комплект зимний комплект летней одежды там всякие аксессуары там в виде часов очков фонариков вот рюкзак спальный мешок каремат поджопник вот и погрузили нас на гражданские автобусы и на них мы уже примерно в 21-30 пересекли границу ростовской области с луганской народной республикой приехали куда-то под луганск нас привезли было темно как бы там ну там то ли лагерь то ли санаторий был детский вот и там мы пробыли ровно сутки где нас уже вооружили но боекомплект не дали еще вооружили автоматом штык-ножом разгрузками бронежилетами и шлем шлем каски кому-то металлические кому-то стеклопластиковые вот и уже мы потом 15 числа 15 января 2023 года выехали на тренировочную базу тоже луганском где-то вот точно место нам не давали и название нас вообще географические названия не упоминались нигде а вот там и провели две недели две недели были интенсивные тренировки как дневные так и ночные кормили достаточно хорошо как но относились тоже как бы неплохо но давали понять что многие не уже как давали понять в рассказами опытом делились своим инструктора говорили что погибших очень много но упирали на то что погибшие не из-за того что там силы засу теряю су а какие-то специалисты а именно то что плохо обучение проходит ребята недисциплинированы и из-за этого разгиздяйство большие потери они из-за того что там вооружение хорошее или войска высого хорошо обычно нет говорили наоборот то что они не хотят в прямую конфронтацию вступать и все так что не бойтесь идите штурмуете так у нас учили через две недели первого числа я попал на передовую ехали через попасная там мы получили боекомплект полный кому-то дали пулеметы и гранатометы лично я получил четыре магазина и четыре гранаты то есть 120 патронов и после этого нас уже опять мы вооружились определили весь боекомплект необходимые вещи которые надо было взять большие рюкзаки оставили в попасном и с маленьким рюкзаком уже с этим со штурмовым выдвинулись сторону бахмута на линии фронта мы прибыли окопались и пробовали там сутки до указания командира который нас отправил нас собрали и отправили уже на штурм задачу нам объяснили так то первый взвод берет окоп перед поселком второй взвод берет сам поселок непосредственно там первые две улицы две линии домов третий взвод резервный после занятия позиции подтягивается и помогает удерживать этот поселок ну изначально мы встретили ожесточенное сопротивление я понял то что лезть туда на рожон это вообще идея не самая лучшая была начал помогать ребят оттаскивать безопасное место около шести или семи человеке оттащил вот засветло показ было темно еще я до рассвета оттаскивал вот а потом уже когда стало светло это стало невозможным так как но обстрел начался как бы вот нам дали отпор опять же хороший и артиллерии минометного огня нас очень мало поддерживали можно сказать не поддерживали первые часы боя не поддерживали что значит артиллерии да не артиллерии минометы что не работал только только сока были только автоматы калашникова пулеметы и гранатометы пулеметы гранатометы там очень быстро срасходовали потому что ну народ был низкоквалифицирован для этого то есть там кто-то один кто-то два раза стрелял с данного вида оружия подготовленных людей вообще мало было можно сказать они отсутствовали вот и осталось у нас только автомат калашникова вот против людей которые сидят в укреплениях хорошо подготовленных людей которые сами хорошо подготовлены плюс но мотивация людей и вот тогда я понял и увидел что люди за свою родину бьются по-настоящему это было и лабуда что вам рассказывали что типа плохо подготовленного весу да да это вообще но обман был чистой воды вот они стреляют стреляют очень хорошо и со всех видов оружия хорошо стреляют и точно стреляют потому что из 93 человек у нас первые часы боя вы было 60 в основном 200 и то есть у нас осталось 30 человек с большим как плензер когда три дня пытались штурмовать я откатился вот и на третий день пришел за трехсотами опять же в этот поселок потому что там очень много было в доме нас вызвали по рации я сидел в окопе в это время приходите на забирать 300 иначе все плохо будет нас окружат и уничтожить скорее всего я только пришел в этот дом и реально она началась такая интенсивная стрельба ну я не очень страшно потому что у меня опыт во первых отсутствует боевых действий было очень страшно я не знал что делать я потерялся просто ну сел и сидел закрылся бронежилетами там какие-то были свободны просто сидел и ждал потом нас окружили все-таки конце концов подожгли дом выкурили вот но отнеслись гумана меня взяли в плен вот и там еще был трехсотый один его тоже взяли в плен ему оказали помощь медицинскую это когда в феврале да да это было 4 февраля уже под утро где-то около четырех-пяти утра смотри я вижу браслета можешь показать на камеру это белый это гепатит гепатит красный это вич вот смотри ты сказал когда был в колонии что ты что там отсеяли больных да ну смотри ты же больной да ну то есть да это кровь это война и так далее все равно вас берут а каких больных отсеяли больных отсеяли которых с опорным двигателем аппаратом проблемы там вообще уже да да которые там хромые которые отжаться не могут там рука там атрофирована вот таких гепатит в лагере подцепила нет на воле на воле да соупотребительницы употребляла она не сказала что болеет вичами гепатита вот я одновременно заболел 10 лет назад 10 лет болеешь да уже 10 принимал наркотики да да я принимал это как бы общий этот был игла да да через один инструмент зародился употребляешь еще нет я прошел курс реабилитации и не употребляю уже два с половиной года это за полтора года до того как меня посадили я уже бросил что с бахнутом бахнут я сам не видел только поселок видел и слышал но опять же не доверяя этой информации как бы что он в окружении взят почти полностью что вагнарами всеми и министерством обороны его вагнарами там сна разрушена все там да там говорят все разрушено да но я не видел семья есть мама папа говорил с ними при тем как идти да с мамой разговаривал она говорила но она сказала говорит это вот неразумный очень я горит против того говорит сиди спокойно в тюрьме горит и смогу чем помогу лучше ты не ходил я решила большой срок потом гайки закрутили логи лагерях в плане медицины в плане питания в плане отваровки отоваривание прям вообще как-то очень резко это произошло это произошло еще до того как я попал лагерь просто но опыт есть того что я сидел и постоянное общение с людьми которые сидят то есть мониторил до обстановку в лагерях даже будучи на воле нет нет все равно интерес проявлял и тут резко весной летом 2022 года начали закручивать гайки вот именно в нашем гуфсине точно знаю администрация да да администрация это хуже кушать начали давать уже кушать начали давать постоянные жалобы со стороны заключенных на обслуживание медперсонала никакое вообще я лично на мне как это проявилось я получаю терапию уже много лет одну и ту же около пяти лет и они меняют без моей не уведомив меня то есть я получаю таблетки и понимаю что это таблетки не мои и они не идентичные то есть у меня как бы есть чуть-чуть опыт уже я к этой проблеме очень относился серьезно я понимаю что терапия из другой линии и она мне может не подойти как бы это эксперимент врачи из лагеря из нашего они не имеют право меня терапию вот плюс еще много людей которых требуется срочная госпитализация либо перевод на исправительную колонию лечебную их просто задерживают лагеря и они умирают раньше не было таких проблем раньше спокойно но что-то человек заболела и вот ближайшим этапом отправляют либо везут вольную больницу если экстренно сейчас нет такого но после того как прошел второй набор яков который я попал первый набор у нас был в 2022 году в конце сентября или в начале октября вот в этом вилка как раз по пермскому управлению по лагерям вот после того как второй набор пошел у нас резко снизились цены в магазине открылось снова кафе улучшилось питание в столовой перестали там хлеб мерить сантиметром грубо говоря там все там сколько хочешь хлеба бери хочешь два раза с тарелки ходи покушать кто записался в вагнера вообще-то нас в магазин посещение свободное стало не там раньше как бы раз в две недели так-то по расписанию уже все привыкли к этому а тут хоть каждый день ходи и отваривайся без ограничений а так семь восемьсот месяц ну семь тысяч восемьсот рублей а это только вагнерам позволяли или всем нет вагнерам только вагнерам нам позволили как бы а вот ты думаешь что как бы имеется какая-то связь между тем что людей просто толкает чтобы они шли шли в чувака и поэтому закручивают гайки администрации да но делает как бы все очень скрыто потому что когда вопросы начинают задавать в открытую администрации про специальную военную операцию вообще что у нас мы вообще ничего не знаем нас есть горит лагерь и все и вы все что вокруг происходит мы ничего не знаем че вы к вагнер что такое мы первый раз слышим кто к нам приезжал не к нам никто не приезжал ребята это что кого не было когда вот по контракт какой-то подписывается конечно ну то есть администрация присутствует администрация провожает нас дает нам напутствие лично нас провожал начальник колонии но если когда заходит разговор то они все на морозе правильно да они вообще игнорируют эти вопросы ты кто мужик да нет я должностной красный красный на объясни потому что многие не знают что это такое ну я работал на должности было завхозом как бы вот считается как бы ну для некоторых зазорным ну якобы а сотрудничаю с администрации это другого по другому это еще называют козел правильно козел называю да но у нас есть как бы разграничение есть те кто там реально ходят там оперодел оттуда не вылазит а есть кто просто да стоит на должности исполняет свои обязанности должностные смотри вот я почему это спрашиваю ты говоришь администрация где-то читал что вот этот весь набор вагнера идет я уже не помню где это читал что это идет как бы с одобрение благословения воров в законе то есть они как бы поощряют эту всю тему слышал что-то об этом я слышал наоборот наоборот да да у нас в лагере люди отрицательной направленности черные до грубо говоря которые до блатные там мужики которые как бы это поддерживают их наоборот отговаривали именно блатные их отговаривали от этого не идти вот по какой причине или что я не знаю на те бараки я не ходил вот но ребята которые записались некоторые они впоследствии отказались от то есть черные до отказались до покой причине леченок у нас говорит старшие там отговорили которые рулят представители вообще типа магнарова не задвигает какую какую-то идеологию или чисто они вот предлагают там снятие судимости выход быстро и так далее или какая-то идеология присутствует при вербовке отсутствует вообще вообще да да вот чисто такой change да меняем это на это да вот у тебя представление да какое о войне да потому что эта война изначально у меня представление было до сложено этом из разговоров бытовых со своими там соотечественниками грубо говоря из сми да она с последний год я сми только мог про российские грубо говоря федеральные каналы федеральные каналы там рн-тв первый второй канал рн-тв смотреть да у меня не было доступа к интернету более там к свободному интернету и у меня сложилось мнение что да ну пропаганда идет такая что здесь а националисты нацисты со всех стран причем не не именно украинцы да не украинской национальности пришли и насаждая здесь вот это там вплоть до лгбт вот этого пропаганды возвращают народ местный и нам якобы надо освобождать украинский народ вот у нас пропаганда от чего вот националистов от нацистов которые там прибыли из других стран там поляки немцы англичане и вот это вот все якобы 80 процентов на фронте находятся наемников из западных стран из африканских там из ближневосточных таких как сирия вот с улыбкой это сейчас говоришь я как бы но посмотрел я ну когда меня там в плен особенно взяли все ребята украинцы истинные патриоты которые свою родину не за деньги низ не за помилование ты можешь сказать за что воюет россия здесь если со стороны ребят судить которые воюют если министерские чтобы их не посадили если такие как я зэки чтобы их освободили а никакой каких глубоких корней там патриотизма ничего нет вот эти лозунги о спасении тоже ну большому счету да это обманная до информация да это ну это все равно впервые в первые же дни она вскрывается когда пересекает границу это все лабуда да что это все пропаганда да и вранье и ложь я даже вступал уже после того как у меня в плен взяли да там сокамерниками со своими в полемику такую дебаты у нас прям такие были жесткие я говорю ну россия на данный момент это страна агрессор почему там же там референдумы проводили там добровольно там запорожье там херсон там днр и лнр они же это в россии в состав россии вышли хорошо игру давайте чечню вспомним когда они тоже референдумом отошли от состава россии две компании провела россии не осталось представьте татарстан башкирия сейчас тоже хотят отделиться захотят с казахстаном быть они же ближе россия даст говорю нет а почему украина должна дать отдавать свои территории исконно исторически пожилось они когда российские не при советской власти не при николае втором историю чуть-чуть изучал какое образование не оконченное выше два курса геология физик пермский государственный университет классический вот люди спорят не понимают как бы не стыдно было за свою страну родную там я могу сказать что данном конфликте она страна агрессор зачем нужна украина скажу так очень много внутренних проблем чтобы отвлечь основную массу населения проблемы делаются переносятся на внешние рубежи а на самом деле это самый главный враг внутри сидит не конкретно какой-то человек а это много очень моментов низкий уровень образования людей непонимание всей ситуации картинку видят однобоко то есть как только показывают нежелание увидеть суть проблемы самой смотри в принципе много вещей говоришь только думают украинцы к россии да не боишься за то что сказал так многие думают вот особенно кто здесь вот теоретически да у тебя обменяют теоретически обменяют а контракт достается думаешь будет ну скорее всего меня поставят где-нибудь на коем склад а вот что передовую отказываешься готовы возвратиться на лагерь не пойдешь другой раз даже если добавить срок это же россия я знаю ну срок наверно вряд ли добавят просто оставят досиживать то что мне достаточно со своим здоровьем даже этот срок вряд ли здесь уже как ну убивать людей там не хочу вот многие показывали да например кувалда да с нужным боишься это веришь что такое могло произойти до ну я думаю это в показательных целях было бы другие боялись да да ну опять же он открытый до дезертир в принципе тоже мог бы по-другому я думаю поступить в его случае он поступил тоже очень резко и недальновидно ну и воспользовались этим сделали показательное чтобы другим неполадным смотри ты говоришь что многие так думают что это отвлечение от внутренних проблем и так далее почему если многие так думают да у меня чисто вопрос как у украинца почему молчат а у нас народ же всю жизнь молчит у нас вот это арабская психология она уже испокон веков я не знаю там это иван грозный наверно еще сопрични на это еще тогда привил татаро-монголы еще там постарались скорее всего нас народ не может заявить открыто о своих правах он инфантильный я бы сказал нет ни оскорбление ничего но это характеристика такая мой взгляд потому что он не может взять ответственность за себя за свою жизнь и постоянно перекладывать на политиков на начальников там на мэров на губернатора кто-то всегда виноват пенсионный фонд виноват врачи виноваты только не я я не могу ничего сделать вот смотри вот мне просто интересно да вот здесь мало я общаюсь людьми у которых там даже какое-то минимальное высшее образование которых ну какая-то сложная речь и так далее вот то что сделали украинцы да майдан ты это знаешь да они взяли ответственность за свою судьбу конечно безусловно это не переворот был правда нет это было это именно проявление воли народа демократичная законная да я видел там то что как пытались подавить я очень удивился как вот этим как амонтовцы у вас беркут или как она беркута были да да вот я помню в черной форме и их просто это им говорили отойдите отойдите ребят мы вас не будем трогать если вы отойдете но они не отошли им дали показали силу то что народ сильный народ сплочен проще что-то сказать украинцы да я у меня очень сильно поменялось мнение об украинском народе крайне чувство уважения восхищение этим народом россияне без были чуточку похожи украинцы в этой ход как пример я думал украинцы только украинцы с кого мы можем пример зим то мы бы намного лучше жили как внутри таких вокруг соседей мы бы решали свои проблемы дружили бы с соседями они воевали вот чему стоит поучиться россиянам что-то хочешь сказать россиянам да хочу сказать во первых я надеюсь что война закончится скором времени что россия осознает свои ошибки сделать какие-то шаги к примирению активные шаги не войну имеют мирным путем человечески без оружия без всяких интриг скандалов фейков сядет честно поговорить как с представителями украинской политики да элиты так и с международным сообществом потому что это я думаю заведет продолжение войны заведет это экономическому кризису социальному случится что-то непоправимое в россии последнее путина что-то хочешь сказать димир владимирович конечно очень политик известный очень громкий влиятельный ну я думаю война с украины это большая ошибка самая большая можно было бы избежать этого избежать человеческих жертв в первую очередь и с одной и с другой стороны можно было бы остаться добрыми соседями не лезть в украину со своими пожеланиями о русском языке о направленности политической украина смотрит все в европу сильнее и отстраняется от россии это выбор украины самостоятельно независимая страна не надо лезть сюда посылать пацанов тоже не надо рубежи есть четко очерчены есть границы не надо пересекать институция не 몰랐 заよろи на нам в